Сегодня я собрался сходить на пик 28 панфиловцев, потому пришлось встать пораньше. Ну, как пораньше, часа в 4 ночи пришлось встать или утра уже. Ну, в общем, не суть. И вот иду и думаю, вот есть ребята, клуб в 5 утра, может даже в 4 утра, но наверняка есть такие извращенцы, которые встают и получают вдохновение, заряд бодрости и энергии творить и вообще-то вот магия утра. Вот у меня вопрос, когда я проснулся в 4 утра, первая мысль была, наверное, просто умереть. Играет музыка. Играет музыка. Дотопал до Манжелков. С погодой прям очень сильно повезло. Вместо солнышка висят тучки. Хорошо, прохладно. Нет этого зноя безумного. Не печет, ветерок продувает, не шикарно. Там главное, чтобы только дождь не пошел. Ну и посмотрим, может даже распогодится чуть дальше. А может нет. Но по крайней мере не жарко идти. А дальше у нас по плану Инград. Вон туда, туда пойдем. Ну, собственно, пришел я на пик Альпинград. Вот такая вот погода кругом. Чуть покапывает. Я надеюсь, скоро пройдет. И не будет сильным утяжняк. А вот туда я пойду. Потому что мне на 28 идти. Там видно перевал Манжукуметовый. И вот на него еще идти, идти. Ну, радует одно, что первый ключ маршрута я прошел. Собственно, это был Альпинград. Ну, а второй будет подъемом на перевал маршрута Медовый. Смотрите, какое красивое озеро. Цвет прям зеленый-зеленый. Ну, а это все, что осталось от леденка Манжукуметовой. Ставил очень сильно. Он никуда из-за бледняка был. Вот, я сюда. Мы по нему лазили. Ну, а теперь вот он ушел. К сожалению, аж туда. Ну, скорее всего, будет таять и таять дальше. Так, вот туда надо в перевал идти. Это у нас Пик Учитель. А это скальный бастион Пика Пионер. Классные четверки. Здесь вот есть провачка РКБ скальная. Самая крутая в районе. Ну, зато там всего четыре веревочек, кажется. А вон там, вон там, по центру есть классная четверка Б Смирнова. Сейчас расскажу подробнее. Помню, когда вернулся как-то с Пика Ленина. Думаю, надо походить по скалам полазить. Как раз в пятерку скальную залезть. Ну, приехал в лагерь. Сходили мы сначала в бастион на Октябренок слазили. Ну, в принципе, там не сложно. Ну, и потом думаю, надо что-то уже прям на гору идти. Сходить 4Б Смирнова. Там прям классная такая четверка, четверка Б. Есть где полазить, где побояться. Ну, и как раз, по-моему, четвертая веровка, если не ошибаюсь. Там ключ маршрута. Здесь большой скальный карниз с таким, ну, личным нависанием. И вот я помню, я под него подлез. Думаю, сейчас я залезу. И сейчас я не залез, разумеется. По-моему, раза два или три я с него падал. Ну, не картично. Ну, было так волнительно, можно сказать. В итоге я устал. Слез под него. Посидел, подумал. Отдохнул. И решил, что... Ладно. Заложу я Фрэнду. В нее вкну петельку. Встану ножкой в петельку. И вылезу. Ну, а как вам такой кусочек зимы? Под конец июня. А? Нравится? Какого красота? Да. Перевал, он уже померет. Нет. Давай, крючьем. Здесь все вон сядет. Ну, я таки добрался до перевала. Это было тяжело. В какой-то момент даже надоело подниматься. Но, что радует, что ключ маршрута позади. Ну, а дальше уже тут, в принципе, все пешочком одется. Осталось буквально минут 15, наверное. Потому, что вон она, уже вершина. И вот, собственно, маршрут по ней. Вот он. Туда, туда, пошли, пошли, пошли по гребню. Вот. Это на перевале. А это маршрут на тройка б на мошку мету. Тоже веселый маршрут. Клевый, гребневой. Я его ходил. Сколько? Раза два ходил. Правда, в разу зимой. Это было весело. Один раз даже спускался по маршруту подъем. Не рекомендую. Куда приятнее было спускаться. Вон, по двойке ледовой. Такие дела. Ладно, хватит сидеть. Надо идти. Погода портится. Там, кстати, Арестова видно. Ну что, ура, ура. Я на вершине 28 героев Кунфиловсов. Там Карлатау впереди. И здесь сидели сходить. Траверсы. Сейчас посмотрим. Вот все зависит от снега. Комсомол. Ну и он, Ледник Богданович. А вот. Искусственно-толгарский. Уважающий к нам это учитель. Потом пионер. Мангельда. И он там. Хрещатый. Где недавно они были. Кстати, что я почему-то народ тусуется. Ну а это. Манчук Маметова. За ней вот там. От Джаникидзе виднеется. Правий маяк. Ну вот это вершина Карлатау. Это вот оттуда я пришел. 28. И это я пойду вон на перевал Комсомола. Тут нужно ходить очень аккуратно. Потому что тут может быть надув. По нему главное не ходить. Там ниже тоже нужно осторожно смотреть. Но опять же все сильно зависит от состояния маршрута. Если на нем хороший снег. Сейчас хороший снег. Можно спокойно идти. Тут бывает либо жесткий фирм. Либо конкретно лед. Пич. Так. Я забыл сказать на перевале, что я спустился с Карлатау. Кстати забыл сказать, что помимо того, что можно уехать с надувом, там еще есть трещины. Поэтому вообще желательно дому не ходить. То есть как я не делаю, да? И желательно в связке ходить. Ну и вообще в идеале еще брать с собой кошки и веревки. Просто что то пошло. И ледовый инструмент. Поэтому просто не ходите на Карлатау. Я вам так сразу скажу. Сейчас покажу. Вот. Вот так выглядит Карлатау. Снизу. Вот этот. Народ спускается с перевала комсомола. Вон то комсомол. Честно признаюсь, была еще идея сходить на комсомол. Но я немножко устал. Или множко устал. А потом я по времени уже не успеваю. Ну и там еще принос плохой. В общем не сложилось. Все против. Поэтому я пойду домой. Вот туда. По леднику. Крест. И tuneи на шоке. Все сюда. И им клю toll удыл. Ус良авый.